Евангелие от Луки, глава шестнадцатая И призвав должников господина своего, каждого порозень, сказал первому, сколько ты должен господину моему? Он сказал, сто мер масла, и сказал ему, возьми твою расписку и садись скорее напиши, пятьдесят. Потом другому сказал, а ты сколько должен? Он отвечал, сто мер пшеницы, и сказал ему, возьми твою расписку и напиши восемьдесят. И похвалил господину правителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. Я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им, вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Закон и пророки до Иоанна. С сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует. И всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струбьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струбья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И возопив сказал «Отче Аврааме, умилосердясь надо мной, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему «У них есть Моисея и пророки, пусть слушают их». Он же сказал «Нет, отче Аврааме, но если кто из мёртвых придёт к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мёртвых воскрес, не поверят». Евангелие от Луки, глава 17. Сказал также Иисус ученикам «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. «Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится и скажет «Каюсь», прости ему». И сказали апостолы Господу «Умножь в нас веру». Господь сказал «Если бы вы имели веру зерно горчичное, и сказали смоковнице сей «Исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас». Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему «Пойди скорее, садись за стол». Напротив, не скажет ли ему «Приготовь мне поужинать, и подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам». Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы. Когда исполните все, повеленное вам, говорите «Мы, рабы, ничего не стоящие», потому что сделали, что должны были сделать. Идя в Иерусалим, он проходил между Самарию и Галилею. И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек-прокаженных, которые остановились вдали, и громким голосом говорили «Иисус наставник, помилуй нас». Увидев их, он сказал им «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был Самарянин. Тогда Иисус сказал «Не десять ли очистились? Где же девять?» Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажет «Вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Сказал также ученикам «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите. И скажут вам «Вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержено родом Сим. И как было в одни Ноя, так будет и в одни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и в одни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, так же не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе. Одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле. Один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему, где Господи. Он же сказал им, где труп, там соберутся и орлы. Евангелие от Луки, глава 18. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать меня». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что поддаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. «Фарисей, став, молился сам в себе так, «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». «Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И спросил его некто из начальствующих, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою». Он же сказал, «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему, «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за Мною». Он же, услышав сию, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, «Как трудно имеющему богатство войти в Царствие Божие!» Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Слышавшие сию сказали, «Кто же может спастись?» Но он сказал, «Невозможное человеком, возможно, Богу». Петр же сказал, «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Он сказал им, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и век будущей жизни вечной». Отозвав же двенадцать учеников своих, сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут его язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет». Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни. И, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое. Ему сказали, что Иисус на заре идет. Тогда он закричал, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать. Но он еще громче кричал, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его, «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал, «Господи, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему, «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога, и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Псалом 110. Аллилуйя! Славлю тебя, Господи, всем сердцем моим, в совете праведных и в собрании. Велики дела Господни, вожделенны для всех любящих Оные. Дело его слава и красота, и правда его пребывает вовек. Памятными соделал он чудеса свои. Милостив и щедр Господь. Пищу дает боящимся его. Вечно помнит завет свой. Силу дел своих явил он народу своему, чтобы дать ему наследие язычников. Дела рук его, истина и суд. Все заповеди его верны. Тверды навеки и веки, основаны на истине и правоте. Избавление послал он народу своему. Заповедал навеки завет свой. Свято и страшно имя его. Начало мудрости страх Господень. Разум верный у всех, исполняющих заповеди его. Хвала ему пребудет вовек. Книга из Фири, глава вторая. После сего, когда утих гнев царя Артаксеркса, он вспомнил о Бастинь и о том, что она сделала и что было определено о ней. И сказали отроки царя, служившие при нем, пусть бы поискали царю молодых красивых девиц. И пусть бы назначил царь наблюдателей во все области своего царства, которые собрали бы всех молодых девиц красивых видом в престольный город Сузы, в дом жен под надзор Гигая, царского евнуха, стража жен. И пусть бы выдавали им притирания и прочее, что нужно. И девица, которая понравится глазам царя, пусть будет царицей вместо остинь. И угодно было слово это в глазах царя, и он так и сделал. Был в Сузах, городе престольном, один иудеянин, имя его Мардахей, сын Иаира, сын Семея, сын Киса, из колена Вениаминова. Он был переселен из Иерусалима вместе с пленниками, выведенными с Иихонией, царем иудейским, которых переселил Навуходоносор, царь Вавилонский. И был он воспитателем Гадасы, она же Исфирь, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красива станом и пригожа лицом. И по смерти отца ее и матери ее Мардахей взял ее к себе вместо дочери. Когда объявлено было повеление царя и указ его, и когда собраны были многие девицы в престольный город Сузы, под надзор Гигая, тогда взята была и Исфирь в царский дом под надзор Гигая, стража жен. И понравилась эта девица глазам его, и приобрела у него благоволение. И он поспешил выдать ей притирание и все, назначенное на часть ее, и приставить к ней семь девиц, достойных быть при ней, из дома царского, и переместил ее и девиц ее в лучшее отделение женского дома. Не сказывала Исфирь ни о народе своем, ни о родстве своем, потому что Мардахей дал ей приказание, чтобы она не сказывала. И всякий день Мардахей приходил ко двору женского дома, чтобы наведываться о здравии Исфири и о том, что делается с нею. Когда наступало время каждой девицы входить к царю Артаксерксу, после того, как в течение 12 месяцев выполнено было над ней все, определенное женщинам. Ибо столько времени продолжались дни притирания их, 6 месяцев мировым маслом и 6 месяцев ароматами и другими притираниями женскими. Тогда девица входила к царю, чего бы она ни потребовала, ей давали все для выхода из женского дома в дом царя. Вечером она входила и утром возвращалась в другой дом женский под надзор Шаасгаза, царского евнуха, стража-наложниц. И уже не входила к царю, разве только царь пожелал бы ее, и она призывалась бы по имени. Когда настало время Исфири, дочери Аминадава, дяди Мардахея, который взял ее к себе вместо дочери, идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гигай, евнух царский страж-жен. И приобрела Исфирь расположение к себе в глазах всех видевших ее. И взята была Исфирь к царю Артаксерксу в царский дом его в девятом месяце, то есть в месяце Тибефи, в седьмой год его царствования. И полюбил царь Исфирь более всех жен. И она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц. И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицу на место остинь. И сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нем, пир ради Исфири. И сделал льготу областям и раздал дары с царственной щедростью. И когда во второй раз собраны были девицы, и Мардахей сидел у ворот царских, Исфирь все еще не сказывала о родстве своем и о народе своем, как приказал ей Мардахей. А слово Мардахей Исфирь выполняла и теперь так же, как тогда, когда была у него на воспитании. В это время, как Мардахей сидел у ворот царских, два царских евнуха, Гавафа и Фарра, оберегавшие порог, озлобились и замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. Узнав о том, Мардахей сообщил царице Исфире, а Исфирь сказала царю от имени Мардахея. Дело было исследовано и найдено верным, и их обоих повесили на дереве, и было вписано о благодеянии Мардахея в книгу дневных записей у царей. Субтитры создавал DimaTorzok